Значит, я уже сказал, что линейная алгебра продолжает антическую геометрию и продолжает по части антической, касающейся векторов. Когда мы работали с векторами, мы использовали две базовые операции. Это сложение векторов и умножение векторов на числа. Потом мы проходили там всякие еще смешанные, скалярные, векторные произведения. Вот эта часть тоже не будет в сильной степени развита, касающаяся векторных и скалярных, и смешанных произведений. Отчасти мы затронем только скалярные произведения в конце предмета, ближе к лету. Но вот по части векторности, по части этих алгебрических операций, мы будем на этом больше акцентироваться. И сейчас самая большая для нас важная вещь – это разобраться с тем, что такое числа. Значит, в прошлом семестре, когда мы работали с векторами, то, на что мы умножали векторы – это были действительные числа. Действительные числа. Множество действительных чисел, вы знаете, обозначается вот такой вот буковкой R. Это множество действительных. С ними вы знакомы из школы, и с ними вы знакомы из курса математического анализа. Значит, если вы в поиске где-нибудь в гугле наберете аксиомы вещественных чисел, то вы их увидите. Или наберете аксиомы вещественных чисел, запятая матанализ, вы это тоже увидите, даже будут ссылки на какие-то учебники из матанализа, где это есть. Ну и, наконец, аксиомы вещественных чисел есть в моей книжке, которая называется «Основание геометрии для студентов и школьников». Ее тоже можно найти на том же сайте, на моем персональном руслан-шарипов-указком, там же, где вы находили книжку по аналитической геометрии. И там же находится книжка еще и по нынешнему предмету. Она называется «Многомерная геометрия и линейная алгебра». Аксиомы вещественных чисел находятся в другой моей книжке, которая называется «Основание геометрии для студентов и школьников». Но что для нас сейчас важно? Нам не очень важна вся полнота аксиом этих вещественных чисел. Нам важно, что вот эти вещественные числа, входящие в множество r, они обладают возможностью складывания друг с другом, возможностью вычитания, возможностью умножения друг на друга и деления друг на друга за исключением деления на ноль. Но, оказывается, это не единственное множество, где такие действия возможны. Кроме множества вещественных чисел, вы хорошо знаете, есть множество рациональных чисел. Оно обозначается буквой Q. Но нам не хватает третьего компонента, который тоже очень важен в практических приложениях и в физике в особенности. Это множество комплексных чисел. Значит, вот эти два множества вы знаете, а вот множество комплексных чисел вы пока наверняка не сталкивались с ним достаточно подробно. То есть, это множество комплексных чисел. Вот, все эти три вида множеств состоят из элементов, из чисел, которые можно складывать, вычитать, умножать и делить, за исключением деления на ноль. Такие множества объединены общим названием. Они называются числовые поля. Значит, вот эти три объекта у нас называются числовые поля, из которых первые два мы знаем, а третье пока не знаем. И наша цель сегодняшней лекции познакомиться с комплексными числами. Поэтому давайте запишем тему. Комплексные числа. Сначала я хочу сказать, откуда они возникли. Вы, наверное, все знаете, что корни квадратного уравнения вычисляются по некой формуле, в которой присутствует корень из дискриминанта. И этот дискриминант в некоторых случаях может быть отрицательным. Когда люди столкнулись с этой ситуацией, они просто сказали, а, раз корень из дискриминанта получается отрицательным, его вычислить нельзя, значит, таких корней просто нет. Это случай, когда у квадратного уравнения нет решений. И в этой ситуации все замечательно. Но вот когда люди перешли от квадратных уравнений к кубическим, ситуация стала несколько более сложной. И давайте я сейчас продемонстрирую, что там произошло. Значит, вот то, что здесь написано, это один из видов кубических уравнений. y в кубе, видите, p на y, p это коэффициент, и плюс слагаемое q без y, это слагаемое нулевой степени, все равно нулю. Видно, что это кубическое уравнение. Для решения такого кубического уравнения некий итальянский математик Кардано придумал формулу, которая называется формулой Кардано. Хотя, на самом деле, придумал, конечно, не Кардано, а некий другой тоже итальянский математик по фамилии Тарталья. Но почему-то так получилось, что эта формула зафиксировалась в истории как формула Кардано. Но тем не менее, значит, формула выглядит вот так. y есть вот корень кубический из такого выражения плюс корень кубический из вот такого выражения, где буква большая q вычисляется вот так через коэффициенты вот этого вот уравнения. Для примера возьмем вот такое вот уравнение. Оно попадает вот под этот вид. Видите, y кубе и y кубе одинаковы, вместо p взята семерка с минусом, вместо q взята шестерка. Это уравнение замечательно тем, что мы можем найти все его корни. Можете проверить путем подстановки, что корнями этого уравнения являются и крик равно единице, и крик равно двойке, и крик равно минус тройке. Кроме этих трех корней ничего быть не может, потому что у всякого кубического уравнения не может быть больше трех корней. Вот, и вообще у всякого уравнения n-ти степени максимальное количество корней, которое может быть, это n. Вот, ну теперь давайте применим сюда, к этому уравнению, формулу кардана. Зная, что p равно минус 7, q равно минус 6, мы можем вычислить вот это q большое, которое здесь. Я вот прямо уже посчитал заранее, и получилось у нас минус 100 делить на 27. И если я теперь начну подставлять вот это выражение вот сюда в формулу кардана, то у меня получится вот такая формула для у, где под корнем окажется отрицательное число минус 100 делить на 27. И здесь окажется отрицательное число минус 100 делить на 27. В случае квадратного уравнения я мог бы сказать, в случае квадратного уравнения я мог бы сказать, что всё, под корнем получилась отрицательная величина, значит решений нет. Но я же знаю, что вот у этого уравнения есть решение, вот оно. А формула дает такую вещь, что под корнем оказывается отрицательное число. И вот эта ситуация как раз показала, что нельзя просто игнорировать случаи, когда возникают корни из отрицательных чисел. С ними надо как-то разбираться. И вот это был в истории первый прецедент, который заставил людей обратить внимание на корни из отрицательных чисел. И на необходимость придумать какие-то новые корни, которыми можно было бы работать. И исходя из которых, можно было бы, вычисляя по этой формуле, получить один из этих трех корней. Вот это показывает некую нужность или необходимость, невозможность обойтись без комплексных чисел. Теперь, собственно, перейдем к тому, что собой будут представлять комплексные числа. Ну и видно, что необходимость их возникла из необходимости измечать корни из отрицательных чисел. Самый простой корень из отрицательных чисел – это корень из минус единицы. Что это такое? В виде вещественного числа такая величина не существует. Есть два подхода, как можно эту штуку определить. Можно просто придумать какой-то значок для вот такого вот корня из минус единицы и сказать, что пусть у нас будет такой значок, и мы этот значок добавим к остальным вещественным числам. Можно просто взять такой значок и смотреть его как на некую вещь, удовлетворяющую такому уравнению. Если я этот значок возведу в квадрат, поскольку это должно быть число, а число можно возводить в квадрат путем умножения на самого себя, то в результате, поскольку это корень из минус единицы, то должно получиться минус единица. То есть можно понимать это как просто некий значок, квадрат которого равен минус единице. Но такое понимание, наверное, низко ущербно, и оно приводит к какой-то мистики, что ли. Такого объекта нет, а мы вот как бы с ним работаем. Поэтому надо придумать какое-то более веское, что ли, оправдание вот этому значку, который есть корень из минус единицы. Нужно найти такой объект, который действительно в квадрате давал бы минус единицу. И оказывается, это можно сделать с помощью матриц. Значит, давайте напишем такой заговорок. Матричная реализация комплексных чисел. Давайте сначала в матричном виде реализуем вещественные числа. Ну, например, возьмем число 5, и ему сопоставим вот такую вот квадратную матрицу. 5, 5, 0, 0. Дальше сопоставим числу 7, скажем, квадратную матрицу вида 7, 0, 0, 7. Ну и так далее для всех остальных вещественных чисел тоже. То есть мы будем из числа делать диагональную матрицу, на диагонали которой повторяется это число два раза. То есть число А сопоставим матрицу А, А, 0, 0. Чем замечательные такие матрицы? Если я две такие матрицы сложу, то есть матрицу 5, 0, 0, 5 и матрицу 7, 0, 0, 7, то я получу матрицу такого же вида, 12, 0, 0, 12. А такая матрица соответствует числу 12, которая есть 5 плюс 7. То есть сложение самих чисел и сложение построенных из них матриц происходит по одинаковому правилу. То есть сумме чисел соответствует сумме матрицы. Сумме матриц, наоборот, соответствует сумме чисел. Давайте теперь перемножим вот эти две матрицы, которые соответствуют пятерке и семерке. Что мы получим? Значит, 5, 0, 0, 5 умножим на 7, 0, 0, 7. Вы знаете, что умножение матриц производится по принципу строчка на столбик. Берем первую строчку, умножаем на первый столбик. 5 умножается на 7, 0 умножается на 0, все это складывается, получается 35. И это 35 пишется вот сюда. Дальше. Первая строчка умножается на второй столбик. И этот результат должен быть записан сюда. Значит, 5 на 0, плюс 0 на 7, будет получаться у нас 0, и этот 0 запишется сюда. Дальше. Вторая строчка умножается на первый столбик. 0 на 7, плюс 5 на 0. Это тоже будет 0, и этот 0 запишется сюда. Ну и, наконец, для того, чтобы вычислить вот эту позицию, мы должны вторую строчку отсюда умножить на второй столбик отсюда. При этом будет 0 на 0, плюс 5 на 7. Опять будет 35. А это как раз число, это, точнее, матрица, которая соответствует произведению чисел, соответствует числу 35, которое есть 5 умножить на 7. То есть, умножение матриц соответствует умножению чисел. Сложение матриц соответствует сложению чисел. То есть, если мы числа заменим на вот такие матрицы, обычные вещественные числа, то мы получим такую же арифметику, такую же алгебру, как и если бы мы работали просто с самими числами. Дальше. Идея состоит в том, чтобы расширить этот класс чисел. Точнее, этот класс матриц. Уже теперь мы не будем их сопоставлять вещественным числом, а просто рассмотрим матрицы, которые чуть-чуть сложнее, чем те, которые мы взяли. Давайте возьмем матрицы вот какого вида. Значит, А, А по диагонали мы сохраним, а здесь напишем B и минус B. Такая матрица уже вещественному числу не соответствует. Но, тем не менее, мы можем сказать, что вот все такие матрицы будем рассматривать. Среди этих матриц есть вот такая вот матрица. Давайте возьмем в классе этих матриц так, чтобы А равнялась нулю, а B равнялась единице. Тогда у нас получится матрица такая. 0, 1, минус 1, 0. И давайте эту матрицу обозначим буковкой И. После этого давайте посчитаем И в квадрате. И в квадрате это значит И умножить на И. Или точнее вот эту матрицу 0, 1, минус 1, 0. Надо умножить на такую же матрицу 0, 1, минус 1, 0. Снова умножение производится по принципу строчка на столбик. Первая строчка на первый столбик. Что мы получаем? 0 умножается на 0, 1 умножается на минус 1. Получается, после суммирования получается минус 1, и минус 1 пишется вот сюда. Дальше. Первая строчка на второй столбик. Здесь 0 на 1, 1 на 0. При суммировании получается 0, и этот 0 пишется вот сюда. Дальше. Вторая строчка на первый столбик. Минус 1 на 0, плюс 0 на минус 1, будет 0, и этот 0 пишется вот сюда. Следующее. Значит, минус 1 на... Вторая строчка на второй столбик. Минус 1 на 1, это будет минус 1. Дальше сюда добавляется 0 на 0. В итоге будет минус 1, и этот минус 1 пишется вот сюда. И что мы увидели? Мы увидели, что получилась матрица, которая соответствует числу минус 1. То есть можно сказать так, что и в квадрате... Само И есть матрица, и в квадрате тоже есть матрица, но это не просто матрица, а матрица соответствует числу минус 1. Хотя сама матрица И никакому веществу не соответствует. Поэтому вот эту матрицу можно сказать так, Так что она уже расширяет вещественные числа и является матрицей, соответствующей комплексным числом. Вот можно проверить, что все матрицы вот такого вида, они при сложении перестановочной, вообще при сложении все матрицы перестановочной, но вот эти матрицы оказываются еще и перестановочной при умножении тоже. То есть, если вы возьмете матрицу АВ-БА и умножите на матрицу СД-ДЦ, то это будет все равно, что если вы сначала поставите СД-ДЦ и умножите на матрицу АВ-БА. То есть, такие матрицы перестановочные, хотя в общем случае любые две матрицы перестановочными не являются. Ну, раз они перестановочные, то можно дальше уже за матричной природой не следить. Вот как можно записать вот эту матрицу? Значит, матрицу АВ-БА можно записать так. А умножить на единичную матрицу, прибавить В умножить на матрицу 0,1, минус 1, 0. Вот это единичная матрица, а это матрица, которая у нас обозначена буквой И. Поэтому это можно написать так. А умножить на единичную матрицу, плюс В умножить на И. Но поскольку единичная матрица по свойствам, по сути, тождественному числу 1, то часто в этой записи можно написать так, что это А плюс В умножить на И. Ну, и это вот такой традиционный, стандартный вид записи комплексных чисел. То есть при работе с комплексными числами можно о их матричной природе не думать, а можно просто работать как вот с такими выражениями вида. Одно число вещественное плюс другое число вещественное, умноженное на буковку И. Про буковку И будем помнить, что И в квадрате минус 1. Вот. Матричный подход нужен только для того, чтобы у нас не возникало какого-то мистического представления о том, что это буковка И, есть что-то такое чудотворное, нематериальное и поэтому непонятное. На самом деле, буковка И это просто символ для обозначения матрицы. В дальнейшем, при работе с комплексными числами, мы будем следовать вот такой вот традиционной схеме, обозначая их вот так. Так, если у вас есть какая-то переменная величина, значения которой действительны, вы обычно для... Ну, первое, что приходит на ум при обозначении какой-то буквы, символизирующей действительное число, вы берете букву Х. А с комплексными числами, в качестве такой переменной, обычно берут букву Z. Вот, поэтому дальше будем писать так, Z равно A плюс B на I. При этом у нас уже будет, Z будет комплексное число, то есть оно будет принадлежать полю комплексных чисел, а числа A и B будут принадлежать полю вещественных чисел. И любое комплексное число можно записать в таком виде. При этом, то число, которое идет без буквы И, оно называется действительная или вещественная часть комплексного числа. А буковка B, или число B, которое стоит перед буквой И, называется мнимая часть комплексного числа. Мнимая часть. Для обозначения вещественной и мнимой частей комплексного числа используются значки. Используются такие значки. Значит, если Z равно A плюс B умножить на I, то мы пишем, что A это есть реальная или вещественная часть от числа Z. Про B мы пишем, что B это есть мнимая или imaginary, как говорят по-английски, да? Поэтому сокращение им от комплексного числа Z. Теперь само комплексное число Z как бы состоит из, как такая комбинация из двух вещественных чисел. Из своей вещественной части и своей мнимой части, которые соединены с помощью символа I. И это дает нам геометрический способ изображать комплексные числа. Давайте нарисуем координатную плоскость. И проведем оси координат. Вещественные числа, ну из матанали вы знаете, что их можно изображать как точки на числовой прямой. Вот пускай ось Х это будет числовая прямая, на которой мы будем изображать вещественные части числа Z. А на вертикальной оси, которая тоже есть числовая прямая, мы будем изображать мнимые части числа Z. Тогда мы можем воспринимать мнимые и вещественные части числа Z как координаты некой точки на этой плоскости с заданными двумя осями. То есть если мы здесь поставим точку, то будет получаться, что вещественная часть числа это будет проекция на горизонтальную ось, мнимая часть числа будет проекцией на вертикальную ось. А само число можно изображать в виде точки или можно задать в виде радиус вектора. То есть само число можно изображать как вектор Z. Дальше У вектора Бывает длина Тем более, что у нас система координат прямоугольная Вот давайте длину вектора z Как и принято Будем изучать буквы z И будем говорить, что это есть модуль Комплексного числа Как он вычисляется через a и b Длина в прямоугольной системе координат В ортонармированном базисе Она вычисляется как Корень квадратный из суммы квадратов координат То есть это a в квадрате плюс b в квадрате Ну или можно записать так Модуль z в квадрате Равняется a в квадрате плюс b в квадрате Кроме модуля У комплексного числа Есть еще очень важный показатель Который называется его аргументом Давайте вот на этой картинке Изобразим угол Образованный положительным направлением Горизонтальной оси Или действительной оси С радиус вектором Изображающим наше число z Вот этот вот угол И даже на этом угле я поставлю стрелочку Этим я буду показывать Что угол отсчитывается Вот от этой половинки Действительной оси В направлении против часовой стрелки Вот этот угол Будем обозначать буквой φ И будем говорить Что φ Это аргумент Числа z Аргумент комплексного числа z Какие значения может принимать аргумент Да, для обозначения аргумента Используется сокращение Значит пишут φ Есть аргумент И есть аргумент от z Какие значения может принимать аргумент Ну, такие же, как угол Причем считается, что аргумент измеряется в радианах То есть не в градусах А в радианах И поэтому этот аргумент φ Может принимать значение От нуля до двух π Ну, обычно пишут Меньше двух π Но больше или равно нуля В некоторых ситуациях Ну, так же, как, например, в тригонометре Когда вы решаете Уравнение там с синусами и косинусами Вот удобно допускать углы Больше, чем 2π Ну, можно так себе представить Что вот эта стрелочка Крутилась, крутилась, крутилась Сделала полный оборот А потом продолжает поворачиваться При этом, когда вы перескакиваете Через вот эту вот вещественную ось У вас аргумент φ Он резко, скачкообразно меняется Вот здесь, снизу, близко к этой оси Он будет близок к 2π А когда вы перейдете через эту ось Он опять станет близким к нулю Это часто бывает неудобно То есть функция аргумент Перестает быть непрерывной Она скачкообразно меняется При переходе комплексного числа Через положительную половинку вещественной оси Чтоб такого не происходило Используют функцию φ Которая обозначает так же аргумент Но используют большую букву А Пишут arg от z Вот такая функция уже может иметь любые значения От минус бесконечности до плюс бесконечности То есть к этому аргументу Можно добавлять 2πk с любым целым кратным числом k То есть функция аргумент взятая с большой буквы Она не будет иметь ограничений по типу неравенств Но она будет неоднозначной То есть для одного z таких вот аргументов Будет бесконечно много К какому-то одному значению этого аргумента С большой буквы можно добавлять 2πk с любым целым k То есть здесь имеется некая неоднозначность Давайте разберем как складываются комплексные числа То есть возьмем число z1 Которое равно a1 плюс b1 на i И возьмем число z2 Которое равно a2 прибавить b2 на i Если мы сложим z1 плюс z2 У нас получится сложение вот этих двух формул Но при этом i будет общим множителем Для вот этого слагаемого и для этого И эту букву i можно будет вынести за скобки И у нас получится такое выражение a1 плюс a2 прибавить b1 плюс b2 И i вынесется за скобки Ну и глядя на эту формулу Мы можем сказать, что при сложении двух комплексных чисел Их действительные части складываются И мнимые части тоже складываются То есть по сути происходит сложение двух чисел Так же как происходило сложение двух векторов Иксовые координаты складываются Игриковые координаты складываются То есть сложение не представляет какой-то большой сложности Комплексных чисел Давайте теперь разберем умножение комплексных чисел Умножение комплексных чисел Ну хорошо, давайте мы перемножим z1 на z2 Для этого запишем z1 в виде этой формулы a1 прибавить b1 на i И прибавим a2 И точнее умножим на a2 плюс b2 на i Дальше можем производить обычные действия Как при обычном раскрытии скобок То есть первое слагаемое на первое здесь Первое на второе Потом второе на первое И второе на второе У нас будет получаться a1 на a2 Будет получаться a1 b2i Будет получаться b1 a2i И будет получаться b1 b2 на i в квадрате И вот тут тот самый момент наступает Когда у нас надо вспомнить Что i в квадрате это минус единица И в результате получится a1 на a2 Минус b1 на b2 Это будет вещественная часть А вот из этих двух слагаемых Можно вынести общий множитель i И у нас получится a1 b2 Плюс b1 a2 Множить на i Вот эту формулу уже как-то Назвать сильно наглядной нельзя И ее запомнить сложно И какое-то правило сформулировать Глядя на эту формулу В общем-то нельзя Для того, чтобы эту формулу упростить Оказывается, подойдет Некое другое представление комплексных чисел Которое называется Тригонометрической формой записи комплексных чисел Мы к нему сейчас перейдем Но пока давайте вот еще один момент Обсудим А это именно деление комплексных чисел Значит умножением, хоть и сложно Такой формулой можно пользоваться И по ней можно вычислять То есть умножение производится путем простого раскрытия скобок Что делать с делением? Вот при делении, оказывается, нам помогает Некий трюк, который называется Переходом к сопряженному числу Давайте напишем Z1 разделить на Z2 Это у нас будет дробь Где в числителе будет стоять Z1 То есть A1 прибавить B1 на I А в знаменателе будет стоять A2 минус Точнее плюс B2 на I Из теории действительных чисел Мы знаем, что если в дроби числитель и знаменатель умножить на одно и то же То дробь не изменится Это же свойство сохраняется и в комплексных числах Поэтому давайте числитель и знаменатель этой дроби Умножим на одно и то же комплексное число Но это число подберем специальным образом А именно, сделаем так Значит, здесь я напишу A1 плюс B1I Это просто переписал А нам нужно такую вещь A2 минус B2 на I И в знаменателе тоже напишу A2 плюс B2 на I Умножить на A2 минус B2 на I Что мы в знаменателе видим? Здесь сумма, здесь разность Если сумму умножить на разность У нас из школы есть формула там A плюс B умножить на A минус B Это что у нас получается? У нас получается A2 минус B2 Разность квадратов Да, разность квадратов получается То же самое будет и здесь То есть давайте мы числитель сохраним Не будем его раскрывать скобки Потому что мы знаем, что в принципе Мы можем там скобки раскрыть А в знаменателе раскроем скобки И воспользуется формула, что получится Разность квадратов У нас получится A2 в квадрате Минус B2I Все в квадрате Ну а в числителе будут Вот те же самые скобки, какие были А1 плюс B1I И А2 минус B2I Ну и дальше Здесь вот видно, что При возведении в квадрат Бум, два возведется в квадрат И И тоже возведется в квадрат А И в квадрате это минус единица Поэтому здесь можно И в квадрате заменить на минус единицу Поэтому общий знак минус вот здесь Превратится в знак плюс И мы получим такую вещь А2 в квадрате плюс B2 в квадрате А в числителе будут те же самые скобки стоять Которые потенциально мы можем раскрыть А1 плюс B1I И А2 минус B2I Теперь, после раскрытия числителя У нас получится какое-то комплексное число В числителе, а в знаменателе мы видим Что буквы I уже нету Поэтому в знаменателе будет просто действительное число А разделить комплексное число на действительное Очень просто Надо его вещественную часть разделить На действительное число И мнимую часть тоже разделить На это действительное число То есть сложности с делением комплексных чисел исчезают Ну и давайте заметим Когда вот эта дробь имеет смысл Она имеет смысл, когда Знаменатель не равен нулю А когда у нас знаменатель не равен нулю Вот если это знаменатель Есть сумма квадратов Сумма квадратов может занулиться только в том случае, когда оба слагаемых равны нулю. А это случай, когда у числа А2 и вещественная часть, и мнимая часть равны нулю, поэтому это само число z оказывается тоже равным нулю. Но мы знаем, что здесь вот оно стоит в знаменателе, и на 0 делить нельзя. То есть z2 равна нулю не годится. И во всех остальных случаях, когда z2 не равно нулю, у нас знаменатель будет получаться ненулевой, и эта формула для деления, она годится, и она является тем практическим инструментом, который позволяет делить одно комплексное число на другое. Так, идем дальше. Записываем заголовок. Тригонометрическая форма. Форма записи комплексного числа. Нарисую вот нашу систему координат, в которой мы изображали комплексное число в виде вектора. Значит, это у нас а, это у нас б, это у нас z, это у нас фи-аргумент. Ну и давайте модуль z обозначим буковкой ρ. Тогда это и есть длина вектора z. Как, зная угол и зная гипотенузу в треугольнике, найти его катеты? Ну, все очень просто. Используется функция синус и функция косинус. Получаем, а это и есть ρ умножить на косинус фи, b это и есть ρ умножить на синус фи. И тогда, если само z это и есть а прибавить b умножить на i, то мы получаем ρ косинус фи прибавить ρ синус фи умножить на i. И это можно сделать так. Здесь ρ и ρ общий множитель, здесь синус. Значит, мы его вынесем за скобки, это ρ. А в скобках получим косинус фи плюс i на синус фи. Вот такой вид записи комплексного числа называется треугольнической формы его записи. Для того, чтобы записать число z в треугольнической форме, надо знать его модуль и надо знать его аргумент. Причем аргумент может быть как с большой буквы, так и с маленькой буквы. На значение треугольнических функций синус и косинус это не влияет, поскольку это периодические функции с периодом 2π. Так, продолжаем. Значит, умножение комплексных чисел в треугольнической форме. Значит, возьмем два числа с модулем ρ1 и аргументом φ1 и с модулем ρ2 и аргументом φ2. Значит, пусть будет z1 равняется ρ1 на косинус φ1 плюс i sin φ1. И пусть z2 равняется ρ2 на косинус φ2 плюс i sin φ2. Перемножим z1 на z2. Что у нас получится? Когда мы два этого выражения перемножаем, ρ1 умножим на ρ2. и будет произведение двух скобок. Косинус φ1 плюс i sin φ1 умножится на скобку косинус φ2 плюс i sin φ2. Дальше будем раскрывать эти скобки. Значит, ρ1, ρ2 останется. И все это будет умножаться. Здесь дальше возникнет что? Косинус на косинус. И будет слагаемо где синус на синус. Вот там, где косинус на косинус буквы i не возникает, там где синус на синус, буква i возводится в квадрат. А квадрат буквы i это минус единица. Поэтому здесь получится косинус φ1 на косинус φ2 минус синус φ1 на синус φ2. И давайте вот эту вещь мы возьмем в скобки. Сюда добавится произведение вот этого слагаемого, то есть синуса на косинус, и вот этого косинуса на синус. В обоих случаях будет получаться множитель i, который можно вынести за скобки. Поэтому напишем здесь скобку и напишем так. Так, косинус φ1 умножить на синус φ2 прибавить синус φ1 умножить на косинус φ2. И это все умножено на i. И все это в скобках, это все умножается на ρ1 умножить на ρ2. Ну, а теперь, если посмотреть на вот эти две скобки, то видно, что это есть хорошо знакомые тринутрические формулы. Первая формула это косинус суммы, а здесь формула это синус суммы. Вот давайте мы на это будем опираться. z1 умножить на z2 равняется ρ1 умножить на ρ2 на косинус φ1 плюс φ2, это косинус суммы, прибавить sin, прибавить sin, прибавить sin, прибавить, умножить на sin, φ1 плюс φ2. И видно, что то, что получилось, это опять тригнометрическая форма записи комплексного числа. Вместо модуля выступает вот это вот ρ1 умножить на ρ2, А вместо аргумента выступает φ1 плюс φ2. То есть ρ1 умножить на ρ2 это будет модуль комплексного числа z1 умножить на z2, а φ1 плюс φ2 это будет аргумент комплексного числа z1 на z2. Поэтому давайте напишем так. Значит, модуль z1 умножить на z2 равняется ρ1 умножить на ρ2, и это есть модуль z1 умножить на модуль z2. То есть при умножении комплексных чисел модуль произведения равен произведению модулей. Или иногда говорят, при умножении комплексных чисел их модули перемножаются. Теперь давайте посмотрим на аргумент. аргумент от z1 умножить на z2 будет равняться φ1 плюс φ2. И это будет аргумент от z1 плюс аргумент от z2. Ну и тоже очень важное правило. При перемножении двух комплексных чисел их аргументы складываются. То есть аргумент произведения будет равняться сумме аргументов отдельных со множителей. И в таком виде, значит, перемножать комплексные числа проще. То есть мы просто помним, что их модули перемножаются, а аргументы складываются при умножении двух комплексных чисел. И особенно это удобно, если мы возводим комплексное число z в n, то есть степень. Пусть у нас z равняется ρ на косинус φ прибавить i на синус φ. Если мы возведем z в n, то есть степень, то у нас получится, что мы z перемножим z в n раз. Когда мы два раза перемножим, то есть вот z умножим на z, то у нас аргументы перемножатся, то есть будет ρ умножить на ρ. Будет ρ в квадрате. Модули перемножатся. А аргументы сложатся, то есть будет φ плюс φ, будет 2φ. Если мы еще раз умножим на z, то вместо ρ в квадрате будет ρ в кубе, а к 2φ добавится еще одно φ, будет 3φ. А если проделать это n раз, то у нас получится следующее, что это будет ρ в степени n умножить на косинус от nφ прибавить i умножить на синус от nφ. Такую формулу иногда называют формулой Муавра. Ну, видимо, ее придумал человек по имени Муавр. Это то, что касается возведения комплексных чисел в степени. Давайте, прежде чем переходить к извлечению корней n-той степени, я еще раз немножко вернусь к тому действию, которое называлось делением. Там мы определили такую вещь. Значит, у нас было число z равняется a плюс i на b, и мы из него сделали число a минус i умножить на b, когда мы домножали в знаменательную такую вещь. Вот такое число называется сопряженным числом, или комплексно сопряженным числом. Он обозначается z с черточкой наверху. Значит, это само число, а это сопряженное число. Если изображать это на картинке, то есть на комплексной плоскости, если само число изображено вот такой вот стрелкой, образующей угол φ, то переход к сопряженному числу означает, что мы y-координаты меняем на противоположную, то есть плюс b меняем на минус b. Это значит, что вот тут стрелка была над осью вещественной части, а там она будет под этим. То есть все зеркально отразится. То есть вот здесь будет у нас b, здесь будет минус b. А угол будет такой же φ, только в другую сторону. Значит, это число z, а это число z с черточкой, сопряженное число. То есть переход к сопряженному числу это просто отражение относительно горизонтальной оси или относительно действительной оси на комплексной плоскости. Давайте умножим z на z с чертой. z умножим на z с чертой. У нас получится a прибавить i на b умножить на a минус i на b. Ну и опять мы знаем формулу, что разъединение суммы на разность это разность квадратов, поэтому это будет a в квадрате минус i на b все в квадрате. И по-другому это будет a в квадрате плюс b в квадрате. Но a в квадрате плюс b в квадрате это квадрат длины вектора z. Поэтому это будет модуль z все в квадрате. Мы получили такую важную формулу, что модуль z в квадрате это есть z умножить на z с чертой. А сама модуль z это есть корень квадратный из z умножить на z с чертой. Вот такая формула тоже бывает полезна в применениях. То есть для того, чтобы найти модуль комплексного числа нужно нужно саму числу умножить на сопряженное число и потом из этого извлечь еще квадратный корень. Субтитры создавал DimaTorzok